Поговорим о событиях, связанных с грядущим возможным, весьма возможным принятием Государственной Думы закона о внесении изменений в Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в части введения некоторых ограничительных мер, в народе названном законом о QR-кодах. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации в середине декабря уже приняла в первом чтении закон об ограничительных мерах. О специальных документах, о QR-кодах вот-вот грядет отложенное благодаря протестам людей второе чтение. Но законопроект должны обсудить регионы, региональные парламенты. Они обсуждают и поддерживают единороссовским большинством. Мосгордума, если будет рассматривать, тоже очевидно поддержит единороссовским большинством. Но пока только благодаря вашим протестам, дорогие друзья, не рассматривает. Идет вал писем протеста москвичей против этого закона. Даже мне поступает много писем. А ведь я, так же, как и вы, против деления людей на тех, кто дал добровольное согласие на укалывание, и тех, кто не позволил применить на себе препарат, за который неизвестно, кто из власть придержащих отвечает. Представляете, если мне приходит много писем на эту тему, то какой тогда вал писем протеста идет представителям Единой России? То, что Мосгордума не рассматривает законопроект о документах уколотом, исключительно ваша заслуга. В данном составе единороссовского большинства рассмотрение Мосгордумы этого законопроекта означает его одобрение. Повторяю, в данном составе единороссовского большинства рассмотрение Мосгордумы этого законопроекта означает его одобрение. И вдруг такое. Депутаты фракции КПРФ сами выступили с инициативой рассмотреть в Мосгордуме этот законопроект. И кто-нибудь, а именно руководство горкома и фракция КПРФ. От фракции КПРФ слово предоставляется Тарасову Павлу Михайловичу. Павел Михайлович, пожалуйста. В данном случае я бы считал достаточно важным, что у нас пропущен по непонятным причинам достаточно важный вопрос. В Москве, наверное, один из важнейших. Это отзыв на проект федерального закона о введении QR-кодов на транспорте в общественных местах. Если законопроект о QR-кодах на транспорте на данный момент вроде как снятся рассмотрения, то по второму законопроекту, ну, наверное, ситуация, при котором не был получен отзыв из Московской городской думы, она не могла не повлиять на результат его рассмотрения. Совершенно непонятно, почему московские власти уходят от обсуждения данного вопроса. Я была потрясена и тут же сказала, что об этом думаю. От депутатов, не входящих в депутатские объединения, выступает Шувалова Елена Анатольевна. Я совершенно потрясена выступлением Павла Тарасова. Как вообще коммунист может выступать вот таким образом? Он требует, чтобы Московская городская дума обсудила законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в части введения некоторых ограничительных мер. У меня вот вопрос к Павлу. Вот как вы считаете, какой результат будет этого обсуждения? Для меня, например, результат очевиден. Если все-таки, Павел, вы добьетесь того, что законопроект будет обсуждаться в Московской городской думе, то, очевидно, единороссовское большинство его поддержит. Поэтому то, что он не обсуждается, это, я считаю, как раз очень хорошо. Это значит, что руководство Московской городской думы понимает, какой вал писем и обращений сейчас идет. Даже несмотря на то, что я против вот этих ограничительных мер, мне и то поступают письма об этом, я представляю, какой вал писем идет Алексею Валерьевичу, Единой России. И то, что в виде этот вал протестов, достаточно посмотреть комменты, которые шли на сайте Государственной думы во время обсуждения этого законопроекта. И то, что руководство Мосгордумы не смеет вот в этой ситуации вынести на обсуждение данный законопроект, я считаю, это очень хорошо, потому что результат его одобрения мне совершенно очевиден, потому что единороссовское большинство не может не проголосовать за этот закон, оно за него проголосует. Поэтому, я не знаю, Павел Михайлович, вы что хотите-то вообще? Вы хотите, чтобы Московская городская дума одобрила этот законопроект? Я этого не хочу. В чате заседания Мосгордумы Тарасов мне написал, что фракция КПРФ, дескать, подготовила проект постановления Мосгордумы об отрицательном отзыве на указанный проект федерального закона. Ну, как вы думаете, примут единороссы это постановление об отрицательном отзыве на законопроект? Нет, не примут. Отказ дать отрицательный отзыв означает положительный отзыв. Минус на минус будет плюс. В сухом остатке. Тарасовы и Зубрилины форсируют рассмотрение. Так какова же их цель? Рассмотреть Мосгордуме, считаю автоматически, принять одобрение Мосгордумы законопроекта о введении ограничительных мер для тех, кто не хочет укалываться под добровольное согласие и собственную ответственность. Неужели фракция КПРФ хочет одобрения?